Новый год дорог не только ожиданием праздника, но и подготовкой к застолью. Оно и так всегда влетало в копеечку, а в этом году затраты россиян вырастут почти на 30%, согласно подсчетам Федеральной службы государственной статистики. Росстат составил список традиционных праздничных продуктов из 23 наименований – овощные соленья, колбаса, сыр, мясо, шоколадные конфеты и шампанское с коньяком отечественного производства. Цена на них в течение года поднялась, поэтому в большинстве случаев денег придется тратить больше, а покупать меньше. Стоимость праздничного застолья выросла больше общего уровня инфляции по стране. В среднем по России она составила около 12%, в нашем регионе – 11,2%. Если рассматривать субъекты Центрального федерального округа, то в нашем регионе один из самых минимальных уровней инфляции. Несмотря на это, потребительская корзина в нашем регионе самая дорогая в ЦФО после Москвы и Московской области. Дело в том, что в 92-м году базовые цены у нас были сформированы на уровне столичных, а зарабатывать в этом году тверетяне в соотношении с инфляцией стали еще меньше, поэтому все больше продуктов переходит в разряд недоступной роскоши. Если красная икра, всегда считавшаяся атрибутом небедной жизни, у многих появлялась на столах лишь на Новый год, и то не более баночки, то в этот раз продавцы деликатеса готовятся к тому, что считать дорогой продукт придется чуть ли не по икринкам. Если раньше человек брал килограмм, теперь берет там 300 грамм, это уже о чем-то говорит. Так же самое, если брали 200 грамм, берут 100 грамм. Короче, в половину все, конечно, уменьшилось. Согласно данным опроса одного из маркетинговых агентств, сократить расходы на новогодний стол планируют около 63% россиян. Мнение тверетян на этот счет разделилось. На сайте Твериград почти равное количество голосов тех, кто собирается сэкономить на икре и мандаринах, и тех, кто найдет деньги и на то, и на другое. Однако практически единодушно жители города сходятся на том, что кризис кризисом, а Новый год раз в году бывает. Поэтому совсем отказываться от застолья тверетяне не собираются. Да, по-моему, каждый год экономим. А стол всегда будет. Какая бы ситуация ни была, Новый год есть Новый год. Один раз в году Новый год, и отказывать в столе хорошем, ну, это, я думаю, что не в нашем возрасте. Насчет своего огорода экономия большая. В основном, то, что на огороде вырастили, то и будет в основном на столе. Ну, и, естественно, шампанское. Спиртное вообще уберем со столов. Будем вести трезвый образ жизни. Я думаю, в этом будет большая экономия. Светлана Маркина, Максим Андреев, РЕН-ТВ, Пилот.